8 октября Казанская гастроэнтерологическая школа провела первый уникальный мастер-класс для специалистов одного из самых популярных медицинских профилей – гастроэнтерологов. Первым в его программе стал доклад заведующего кафедры фундаментальной и клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Саяра Амдулхакова. Эксперт рассказал, как интерпретировать результаты монометрии высокого разрешения и суточной pH импедансометрии. Речь идет об исследованиях, которые необходимы тем пациентам, у которых при наличии клинических симптомов, изжоги или кислоотрышки, не наблюдается никаких изменений в пищеводе. Эти исследования, они на самом деле уникальны еще и тем, что оборудование такого рода, такого класса, оно есть в нашей республике только в университетской клинике, медико-санитарной части Казанского федерального университета. И мы уже в течение более четырех лет проводим эти исследования. Поэтому я думаю, что тем докторам, которые сегодня пришли пообщаться и имеют возможность посмотреть, как проводится это исследование, мы разберем на отдельных клинических примерах, как правильно интерпретировать результаты, как использовать их в выставлении диагноза и в назначении чини. Я думаю, что они действительно получат очень много полезной информации. Сразу после получения теоретических знаний участники мастер-класса приступили к практическому опыту. Врач-эндоскопист медико-санитарной части Казанского федерального университета Иван Халтурин наглядно продемонстрировал на пациентке униклиники оборудование и методику проведения монометрии высокого разрешения и суточный pH-импедансометрию. По словам эксперта, при помощи этого метода возможно выявление сократительной способности пищевода. Основными показаниями к проведению монометрии пищевода высокого разрешения является наличие у пациента жалоб как дисфагия, то есть это затруднение прохождения твердой либо жидкой пищи. Это наличие у пациента предстоящей антирефлюксной операции по поводу герб либо грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При помощи этой методики мы выявляем функциональные нарушения моторики пищевода, которые невозможно выявить другим методом исследования. Мы выявляем неэффективную моторику пищевода, мы выявляем ахолазию и кардии, наличие фиксированной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В принципе, это уникальность. Завершился мастер-класс интерпретации результатов исследования, обзором последних рекомендаций в области лечения гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, а также коллегиальным обсуждением. Напомним, что униклиника Казанского федерального университета является одним из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан. Главная задача врачей – приложить все силы для улучшения здоровья пациента. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин